Музыка 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 Пока нормальные люди читают книжки и развлекаются в телефонах, ненормальные люди пишут в поезде Курсач. Ненормальный человек сегодня я. Мы наконец-то приехали, и мы в первые же свои минуты показали, что мы не местные. Мы сразу же пошли в троллейбус и начали доставать 5 гривен, а оказалось, что проезд по гривне 50. Потом Маша пыталась дотянуться до поручня, сверху которого не было. Вот, а еще типа забавная штука, то что у них не нужно пробивать билетики. Мы искали компостер очень долго. А еще у них можно покупать билетики за гривны 50 по QR-коду. Это так, наверное, на случай, если у тебя гривны 50 не было, то как бы вот как-то так. Да, только 500, поэтому вот если что, то по QR-коду можно в троллике купить себе проезд. Сейчас мы направляемся в кафешку завтракать, потому что нас еще не могут засидеть, еще сильно рано. Как называется кафешка? Альфилл эспрессо-бар. Мы на месте. Нам не дают меню. Маша, что ты делаешь? Маша в своем деле. Что, получилось что-то нормальное? Да. Чудесно, чудесно. Тут какая-то играет просто суперзамечательная музыка. Сейчас нормальное, но в принципе, очень странные русские хиты, про которые мы ничего вообще никогда не слышали. Вот. А еще мне этот лимонад принес парень, который дружит с официантами, что это было очень странно. Я вообще не понимаю. Ну, то есть я его заказала, но просто прям в первый день, в первом кафе. Я вроде не супер выгляжу. В чем дело? Если так и дальше пойдет, мне кажется, что я перейду в небо. У меня только один вопрос. Почему последний звонок 16 мая? А так все хорошо. Мы с Машей идем к нашему отелю. Немножко не похоже на то, что тут должен был быть где-то отель, но он где-то должен быть. Мы вышли на остановку раньше, потому что я бы со своим рюкзаком просто не вылезла оттуда. Маршрутка супер тесная. Проезд суперэкспенсив, 6 гривен. Мне кажется, это был наш самый дорогой трип в Днепре. А Маша поехала поблаться за пятерик, потому что Маршрутчик отказался брать ее гривну. Вот так. А еще Маршрутке играла радиоэнерджи. И таких инноваций даже в Киеве нет. А еще мы так вычислили, короче, мы только что в Днепр проехали. И мы, скорее всего, на левом берегу, мне так кажется. Потому что если мы ехали с вокзала, который на правом берегу, и приехали на вокзал, а сейчас мы переехали в Днепр, а мы в унии переезжали, то, наверное, мы на левом берегу. Да, Маша? Да. Да, да. Да, да. Он сама с собой разговаривает просто. Нашли наш отель. Короче, вот он. И это не шутка. Потому что он реально здесь. И это труба. Будем жить с дальнобойщиками, Маш. Правда, не клево? Ну, не так вроде все плохо, как мы думали. Правда? Ну, типа, по крайней мере, это все-таки лучший вариант из тех, что мы видели. Ой, ну так вообще чудненько. Так вообще нормас. Миленько, чудненько. Нравится? Да, нормально. Чудесно. Нас становится больше. И у нас появились девчонки, которые нас теперь водят. И фоткают вместе с нами нашу еду. Их еду тоже. Ладно. Спасибо им за это. Аб, я посмелее, конечно, туда. Я, наверное, тоже туда полезла. Главное, что селфи-палка. А, она просто селфи, наверное, хочет сделать. Так, чтобы было удачно. И она молодец, что она. И она... И она... И она... Мы в самом что есть центре, сказала Маша. Нагулялись, находились Маша и мы и думаем, куда нам еще пойти. Сколько сейчас часов вообще? Девять. Сейчас девять часов, мы не хотим домой, хотим еще гуляться. Думаем, куда нам идти. Нам насоветовали девочки кучу мест, но мы не знаем, куда нам идти. Маша ищет какое-то еще заведение. Чебуречное. Неплохой вариант. Перед нами Макдональдс есть, как бы можно туда. В Веру Брежневу пойдем? Пошли-ка в Веру Брежневу. Ой, смотри, еще один шоппинг-центр. Что, еще один шоппинг-центр пойдем? Ну что, можем зайти? А он наверху, там что светится, можно туда. Малок. Let's go. Ценам немножко не повезло. Я с этим работаю, а второй не работал. Вот, и мы решили пойти все-таки посетить еще какое-то заведение, очередное на нашем пути. И это будет Варбургер, если там будет лист. На самом деле, очень милое, прикольное заведение с бургерами. Я хотела заменить в одном бургере говядину на курицу, потому что я не ем говядину. Он сказал, что очень резко ответил и сказал, что ничего категорически нет. Это вам сразу говорю, категорически нет. Мы ничего не меняем, потому что эти рецепты авторские, и было проложено кучу труда для того, чтобы это сотворить. Окей, а если у меня, к примеру, аллергия на что-то из этого? Что если у них единственный бургер с курицей, тот с болгарским перцем и руколой, и я ни то, ни то не ем? Что мне тогда делать? В общем, мы решили просто уйти, ничего так и не заказав. Чего ты не перекрикивай меня? И теперь идем в другое заведение. Куда мы идем? Лофт? Лофт. Я очень счастлива, что мы нашли это место, потому что здесь играет кровавая музыка, здесь нет людей, здесь вкусная картошка и наггетсы, мне здесь нравится и все они получше, кстати, чем в барбургере, в котором мы были изначально. Еще есть веранда, но очень прикольная, но Машка болеет, поэтому мы не решили их никогда. Я думаю, что это уже наше последнее место до сегодня, поэтому ждите завтрашнего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, мы пришли завтракать в модное место, Даблдекер. Машина любимая, да, Маша? Нет. Пока сейчас даже не пробовала. Мы сейчас даже не проснулись, мне кажется. Мы нашли супер-тикет-плейс, про который нам вчера рассказали девочки. Это, в общем, место с видом на главную площадь. Тут вообще никого нет, ноль людей, абсолютно никого. И тут очень красиво. Очень странно, что мало людей сюда ходит, но, в принципе, догадаться, что она здесь сложно, потому что она находится над парковкой. Еще аж два этажа она дней. Возможно, не все просто знают про этот местяк, но тут нереально классно. И очень спокойно, и, короче, можно покайфовать на солнышке. То, что мы сейчас и делаем. Машу лечим. Маша выгревается. На наше удивление, в этом же ТЦ, в котором мы нашли нашу супер-террасу, есть Лес-Льпо. Я, честно говоря, не видела Лес-Льпо ни во Львове, ни в Одессе, но в Днепре оно почему-то есть. И для меня немножко таким поражением все-таки служит то, что настолько здесь расшарование в обществе, то есть либо очень дешевая ТЦ, в которых ничего не выросло, найдешь, либо очень дорогие ТЦ, в которых ничего себе не позволишь. И точно так же по машинам. Такси одни ланосы, а обычная машина с номерами типа там 0-0-0-1-5-5-5-5. Я что-то реально не понимаю в этом мире. Мы находимся в очередном кафе. Я уже только что покушала в предыдущем кафе. Я думаю, что все отзывы я все-таки напишу в блоге, и ссылка будет ниже. Вот. Это уже наша последняя кафа. Мы засидим, ждем, чтобы поехать уже на вокзал. Пойдем мы снова на трамвай, как модные чики за гривны 50. Вот. И мы что-то совсем какие-то уставшие. Не знаю, может это потому что заболеваем, может еще что-то, но что сил вообще нет. Даже передвигаться, в принципе, просто по кафешкам или идти еще в какую-то другую, ничего не хочется. Поэтому сидим, ждем, и скоро будем уже справляться. Причина, по которой наше такси стоили 80 гривен, а не 60. Уже вот приезжаемся домой. Покидаем Днепр. Хорошо погуляли, но теперь придется вот в поезде добиваться фармацитронами, потому что как-то вообще... Мы стали только что на вокзале, по здесь мы просто воздочку втыкали. Это какой-то плохой знак явно. Вообще город довольно-таки неплохой, очень много новых кафешек. И мне чем-то напомнило Херсон. Ну, возможно, потому что я там была. Тем, что он такой не особо застроенный. Но, тем не менее, в центре есть высотки. И плюс немножко похоже на Киев тем, что Днепр есть по Санкт-Петербурге. Вот. В принципе, неплохо. Советую вам чаще путешествовать, как это делаем мы с Машей. Да, Маша? Ты же часто путешествуешь. Да. Да, очень часто. Очень часто. Украина. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на меня в других соцсетях. Наверное. И на Машу тоже. На меня уже светит солнце. Оно на меня уже наладится всем. Так что пора со всем прощаться. Всем пока. Люблю и целую. Пока. Подписывайтесь на мой канал. Пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»